Здравствуйте! Сегодня хочу распаковать с вами очередную посылку сайта iHerb. Они уже, кстати, и сайт Love Letter. Надеюсь, вам будет интересно. В принципе, посылка пришла довольно быстро. Сейчас очень быстро доставляется с iHerb. Я напоминаю, что собирала эту посылку на новой почте. Дошло оно, по-моему, то ли 5, то ли 7 дней в Киев, в Украину. Давайте начинать. Вот так посылка выглядит внутри, то есть как много в этой упаковке. Но у меня не так много продуктов, и за счет этого они добавили большее количество этой упаковочки. Первый продукт – это любимый бальзам от Heimish, который помогает очистить кожу от любого макияжа, от любого загрязнения. Здесь около 120, если не ошибаюсь, грамм. Сейчас откроем, посмотрим. Но довольно красивая упаковка, то есть сама по себе она картонная, очень красиво переливается. И вот тут вот в середине у нас оно находится в таком вот, ну, большом, в принципе, варианте упаковки. И здесь 120 мл. И интересно тем, что все-таки этот бальзам, он действительно один из лучших. Мне намного он больше нравится, чем другие бальзамы, типа банилоком, если не ошибаюсь, он называется. Этот лучший. В данный момент я использую все-таки гидрофильное масло, но вот сейчас почему-то мне захотелось купить снова этот бальзам. И взяла, была скидка на сайте, и почему бы не взять. Срок уходности тут, в принципе, в порядке, то есть надолго хватит. И здесь вот такая вот лопаточка, и в середине такой, как бы, ну, щербет. Очень похоже на кокосовое масло по консистенции, то есть оно мягенькое, и когда вы наносите на кожу, то оно начинает таять. И отлично превращается в пенку, когда добавляете водичку, то есть классно смывает макияжчиком. Иду попробовать отличный, просто отличнейший бальзам для снятия макияжа. Следующий продукт, это кокосовый сахар от Nutiva. Уже не первый раз беру его. Он нерафинированный, хороший стройкий сертификат качества. Он с низким гликированным, по-моему, индексом, если правильно называется. И он обладает таким карамельным привкусом. Беру именно его, поскольку у меня мама с диабетом, то есть она добавляет, это подслаживает в кофе, и иногда и мы тоже пользуемся им. Тут 454 грамма, по составу он хороший, рекомендую попробовать, поскольку, ну, действительно отличные качества и очень вкусный кокосовый сахар. Некоторые не любят привкус, но попробуйте вот именно вот этот от Nutiva. Я думаю, что вам он очень сильно понравится. Плюс хорошая вот эта зип-застежка. Но я в большинстве случаев потом пересыпаю в такую стеклянную баночку, закручивающую. И он долго у меня хранится, и долго можно использовать его. Следующий продукт это витамин D3, очень такой высокопотенциальный, 2000 международных единиц, тут 120 таблеточек. Вот такой вот состав. Прописали мне, нужно пропить, то есть я пропью без проблем. Притом вот этот витамин, он растворенный в оливковом масле. Я думаю, что будет нормально его пить. Нужно одну таблеточку с едой пропивать. Надеюсь, что поможет и с витамином D3, и, соответственно, с кальцием у меня в организме будет всё хорошо. Следующий продукт это Milt by Nature Rose Petal Face Mist в объёме 118 мл. Я взяла, поскольку была по скидке эта продукция, и мне как раз уже мало осталось тоников разных. Это будет у меня про запас. Ну, Manufactory MFG написано, то есть это сделано, 0,2,19. Ну, думаю, как минимум уход, оно точно может постоять, я не буду его открывать. Не знаю, мне почему-то понравился аромат предыдущего моего спрея с розой. Надеюсь, что тут тоже будет неплохо по составу и по действию на кожу. И взяла, то есть буду использовать. Вроде бы состав тут хороший, если почитать. То есть вода, потом экстракт гомомеллица, глицерин и разные другие экстракты. То есть, в принципе, хороший состав. Надеюсь, что оно поможет. Оно без ГМО, парабенов и фталатов. Не тестируется на животных и сделано в США. Надеюсь, что хороший этот дозатор. И мне этот мист для лица понравится. Также взяла на скидки ЭТЖУ. Это эссенция с ферментированным чёрным чаем 81%. Я так понимаю, это чёрный чай из Франции привезённый. И тут написано, что они всё-таки сохраняют природу терматологически тестированный. 200 лет вот этого французского премиального чёрного чая. Я не знаю, что это такое, если честно. Но почитала состав. Мне показалось, что это будет интересно попробовать мне. Вот такой вот состав. Это активная эссенция. Я не знаю, насколько оно мне поможет. Его нужно наносить после очищения и тонизирования кожи. Я использую небольшое количество на всю кожу и шею. Используя вот этот вот ватный диск. Я не знаю, может быть, я буду распределять всё-таки руками. Но буду смотреть, как будет лучше. Красивая упаковка такая. Вот действительно очень качественный картон. И вот так вот очень красивая упаковка. Выглядит сама эссенция. То есть видно, что она не сильно такая, знаете, не жилеянообразная. Она более жидковатая. Срок годности в порядке до 2021 года. Но, конечно, упаковка классная. Красненькая такая. Интересно. К сожалению, не написано. По-моему, это ПП, мне кажется. Но нужно смотреть, перерабатывается она или нет. Будет интересно попробовать. И здесь довольно большой объём. Кстати, не написано какой. Но, по-моему, 200 мл, если не ошибаюсь. 180 мл тут объём. Надеюсь, что понравится. И потом в пустых баночках обязательно расскажу про эту эссенцию. Кстати, в середине картонной упаковки была такая инструкция, прям очень большая. Они прописывают, что к чему, насколько это и true, что оно делает. Прямо, ну, довольно большая, прям как лекарственные какие-то компоненты. Но будет интересно попробовать. То есть если они настолько серьёзно подходят к описанию, то, в принципе, надеюсь, что эффект есть. То есть они вот тут прописывают, с чего оно состоит и так далее. И при том тут в два этапа нужно наносить. То есть после тонизирования нужно нанести чайную ложку эссенции на руки или ватный диск. И второй этап – это нужно распределить на ладонях. И после этого очень нежно как бы впрессовать этот продукт в ваше лицо и кожу. Или с помощью ватного диска. Будет интересно попробовать, поскольку сейчас всё-таки я почитала некоторые отзывы и некоторых косметологов, что всё-таки эссенции – это очень крутая штука. И я думаю, что это лучше для моей комбинированной кожи, чем наносить каждый раз какой-то крем, который может забить мои поры. Следующий продукт – это паста для курицы карри, Kitchen of India, без глютена фри. Тут 100 грамм. Взяла попробовать. И острота тут медиум, то есть там есть более острые. Для того, чтобы сделать курочку в этом соусе, будет интересно попробовать. Нужно вот рецепты, как это всё делается. Некоторые говорят, что в принципе вот этого всего можно сделать очень много соуса этого, с этой упаковки. Но я пока разберусь и обязательно вам расскажу. То есть нужно концентрат с одной чашкой водички совместить. Нужно потом вот на плите или в микроволновке это разогреть и довести до кондиции. Вот так выглядит сама упаковка, то есть это действительно там такой какой-то маслянистый, ну это не сухая приправа. То есть некоторые говорят, что делят на три, некоторые на две части, то есть в принципе надолго хватает. Будет интересно попробовать и я обязательно расскажу, насколько вкусненькая вышла курочка или нет. И последний продукт с посылки это эфирное масло лимона, 74 миллилитра. Очень хорошо запакована, это стеклянная упаковка и за счёт этого есть и зип-упаковка и ещё вот это авиа. Потом ещё оно вот в такой упаковке, то есть разбиться очень тяжело будет при доставке. Вот такая малышка от Аурокетция, тут 74 миллилитра, как было сказано до этого, то есть органический лимон. Использую для того, чтобы чистить зубы, ну это специфичная моя тематика. Расскажу потом обязательно, когда сниму пустые баночки похожего масла, которое у меня уже закончилось. Иногда добавляю в масляные маски, тоже хороший эффект для волос, рекомендую. И это очень классный производитель масел, не пожалейте, собирайте денег и купите именно такие масла. Можно не органические, а простые, они в два раза дешевле будут. Но всё равно качество тех подешевле этой фирмы, если сравнивать с аптечными, которые продаются у нас, то это небо и земля, поверьте. В принципе, это всё, что было в посылочке. Интересует, пробовали ли вы что-то из этого? Если да, то что вам понравилось. И жду ваших комментариев под видео. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на канал и всем удачи. Пока!